Что в очередной раз достал Медведев и кто остановит Путина от применения ядерного оружия, есть по крайней мере два лидера, которые могут это сделать. Обо всем этом и не только говорим прямо сейчас. Ирина Узлова, меня зовут, со мной Ольга Курносова, российская оппозиционерка, а также политический аналитик. Ольга, здравствуйте, искренне рады вас видеть. Здравствуйте. В нашем центре противодействия дезинформации, а именно руководители этой организации Андрей Коваленко, убежден, что Путин не применит ядерное оружие, потому что Китай и Индия против. Единственная тактика, которую используют россияне против Запада – ядерные страшилки и запугивание прямым военным конфликтом. Россия всегда так делает, когда Запад может осуществить успешное решение, которое может помешать режиму Путина. Впрочем, это только слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия, главные силы, от которых зависима Россия. Зависима действительно экономически в военном плане и не только лишь, особенно от Китая. Остановят ли Китай и Индия или Путин все же даже не исключает такой возможности, несмотря на их несогласие. И эти 10%, которых боятся в Белом доме, о которых говорят эксперты, таки остаются в аспекте применения Кремлем ядерки? Ну, эти проценты остаются только лишь, если Путин безумен. На мой взгляд, он достаточно рационален в своих действиях. И я соглашусь с вашими экспертами. Я считаю, что Китай многократно уже показывал свою позицию, многократно говорил о том, что он категорический противник любого применения. И мы видим, что опять лица, в первую очередь, второго плана, третьего плана начали в России об этом говорить. Какой-то там очередной депутат Государственной Думы от «Единой России» предложил где-то в Арктике что-то такое взорвать, испытать. Ну, помните, уже Симоняна тоже предлагала что-то делать высоко-высоко над землей, чтобы и над Сибирью, кстати. То есть где-нибудь подальше все время предлагают что-то сделать, чтобы всех напугать. Но Путин не дурачок. Он прекрасно понимает, что как только, если он что-то попробует сделать... Ведь не случайно, что он нам тут говорил, что дальнобойным оружием не могут украинцы бить без участия НАТО. Потому что что? Потому что спутников у Украины своих нет. Почему он так волнуется из-за спутников? Не из-за аэродромов же он волнуется. Он прекрасно понимает, что на спутниках видно. И где он свою тушку в нас в настоящий момент делает. И поэтому он так боится ударов дальнобойных ракет. Ну и он прекрасно понимает, что стоит ему хоть что-то сделать в направлении ядерки, так сразу, вполне себе, без ядерного оружия, туда, куда нужно, ракета-то и долетит. Да-да, и у самой России технологии уже спутниковые далеко не те, что были некогда. Но, тем не менее, Дмитрий Медведев, конечно же, не смог промолчать. Наверное, он тоже, подозреваю, боится даже просох. Вот суббота, утро, он пишет пост, может, заранее, конечно, готовил. А, видимо, боится, что его местоназначение и локация также видна будет западным спутникам. И говорит, что для применения России ядерного оружия сложились формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие доктрине ядерного сдерживания России. Говорит, тот же курс, например, но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями, что, мол, никому не нужен, но Медведев говорит, что напыщенные англо-саксонские, нехорошее слово, не хотят признать, что любому терпению приходит конец. Понимаем, что не придет конец запоям Дмитрия Медведева, конечно же, как и шантажу, по всей вероятности. Но это заявление, оно согласовано с Кремлем, оно вкладывается действительно в те мышления, которые сейчас в кремлевских стенах бытует? Или это его личная позиция такой вечной пугалки-ядеркой? Ну, вечная пугалка, конечно же, потому что ему нужно показывать Путину, что я вот смотри, какой я полезный, я вот бегаю и всех пугаю. Вот что бы там ни случилось, снова я выбегу и снова какую-нибудь чушь напишу. Ведь я пишу даже гораздо лучше какой-нибудь Каргополов или кто-нибудь, даже какой-нибудь Соловьев. Поэтому меня нужно оставить на моем рабочем месте, я чрезвычайно полезный. Ну, вот такой роль такого злого клоуна играет Медведев, но не он один, как мы видим. Не он один, конечно. Но, тем не менее, к нему присоединяется еще и Андрей Калестин, депутат Госдумы от «Единой России», который предложил, как мы уже упоминали с вами, взорвать ядерную бомбу на территории РФ. Где-то вот ее сбросить, произвести где-то ядерный взрыв на каком-нибудь полигоне. В принципе, и упомянули вы уместно Симоньян, Сибири, не только лишь. Они на самом деле могут пойти на тот шаг? Я, конечно, не удивлюсь после использования КАБов над российскими территориями, внештатным схождением боеприпасов, но это же ядерка. Ну, у нас же все-таки есть новая земля. Да, давайте вспомним старые истории еще Советского Союза, когда взрывали именно на полигоне на Новой Земле. И, казалось бы, это далеко от всех, разве что от норвегов поближе. И все могут достаточно испугаться и не очень сильно пострадать. Но еще раз уверена, что это пугалки. Договор о том, чтобы не производить ядерных испытаний, он тоже продолжает действовать. И любое проведение ядерных испытаний – это уже даже не то, что формально, это уже вполне себе неформально, это реальный выход из этого договора. Что может за этим воспоследовать? И кто где свое ядерное оружие испытает? И как это может отразиться на России – это очень такой вопрос нетривиальный. И снова вернемся к тому, что и Китай, и Индия категорически против этого. От Китая зависят поставки ракет от Северной Кореи. Потому что если Китай скажет «нет», то Северная Корея перестанет поставлять что бы то ни было. Так что Китай сегодня самый главный жандарм, который стоит над Путиным. Ольга, в глазах российского народа, который является электоратом, так называемым Путина, но тем не менее поддерживает российскую войну в этой части, что сейчас больше создает имидж Кремля? Невозможность России ответить в принципе ни на что последние годы после Херсонской и Харьковской операции, а также после Курской теперь операции, после всего того вооружения, которое нам поставляли, после всех тех ударов дронов просто сотен раз, которые летели по российским НПЗ, аэродромом, по Москоу-Сити, под Москвой, на Москву, Кремль ничем не отвечает. Или вот эти угрозы, которые звучат, и как будто бы демонстрация, что мы же ядерная великая держава. Что сейчас уже больше формирует этот имидж? Ну, конечно, дело, потому что слов говорится много, а реальность такова, что люди просто все больше и больше впадают в панические настроения. Понятное дело, что Курская область — это не Москва, и вот события, которые происходят там, они заметны только приграничным территориям, не столько приграничным с Украиной, сколько там близлежащим. Воронеж, Липецк, Орел, да, вот они все видят, что происходит в Курске, а подальше уже, да, подумаешь, что там происходит, и далеко. Но вот эти дроны-то долетают и дальше, а НПЗ горят в разных местах, а если вдруг полетят ракеты, то что же будет? И вот это, кстати говоря, уже где-то стали даже мобильные бунгоубежища устанавливать на улицу. И, конечно же, это людей пугает. Не случайно, как мы знаем, ни в Московской области, ни в Москве сигнал опасности не включают, даже если дроны какие-то летят. И вообще везде, где летают дроны, ничего не включают. Поэтому люди так активно их снимают. А вот сейчас начали кричать, не снимайте дрона, не снимайте дроны. Так это единственный способ сказать другим, что смотрите, что у нас происходит. У нас же тут дроны летают. Власти-то молчат. Поэтому люди все больше понимают, что Путин не контролирует ситуацию. И в какой-то момент это может привести к самым непредсказуемым последствиям. И власти это прекрасно понимают. Ольга, да, действительно, вы правы более чем, потому что убежище начали уже устанавливать в Пензе. Это 600 километров от территории подконтрольной Украине. И туда, кстати говоря, ничего не прилетало. Но они уже понимают, что прилетают же повсеместно. И Башкортостан, и Татарстан, и Мурманская область. То есть где-то летят беспилотники Божьей воли. Мурман с 1800 километров, да, и дальше, где Татарстан, 1700. Но говорят, в Пензе нормально будут работать эти убежища, потому что зарекомендовали себя уже в Белгородской области. Правда? Мне кажется, что в кошельке только деньги от этих бомбоубежищ настоящего Гладкова, губернатора, себя хорошо зарекомендовали. Да, там уже, по-моему, какие-то уголовные дела начали возбуждаться по поводу того, кто, что, чего строит там в этой Белгородской области. Поэтому, наверное, уже строители бомбоубежища там решили свое производство расширять на другие регионы страны. И уже свои бомбоубежища и в других местах ставят. Но жителей, конечно, это должно бодрить, когда оказывается, что у них на улице, у автобусной остановки внезапно поставили бомбоубежище. Значит, нужно ходить и смотреть на небо, а вдруг и у нас что прилетит. Бодрит, да? Или все-таки вызывает панические настроения? Бодрит, я имею в виду в кавычках. Конечно, это паника. То есть, вот если ты увидел бомбоубежище, это значит, уже нужно смотреть себе не под ноги, а вверх, чтобы что-то тебе на полу не прилетело. Ольга, а как должен Запад реагировать на ядерные угрозы Путина, которые сейчас на фоне как раз практически или уже данного, но кулуарно, или в моменте от того, чтобы нам дали разрешение бить дальнобойным оружием по территории РФ, или вообще не должно быть никакой реакции? Как это воспринимать цивилизованному миру? Я думала, что они будут просто как-то подстраховываться. Ну, например, будут принимать решение Генеральной Ассамблеи ООН, ведь она вот только на днях уже начнется, и там вполне себе можно рассмотреть соответствующее решение о возможности нанесения ударов по военным объектам, в первую очередь по военным аэродромам. И если такое решение будет принято, значит, есть мандат ООН, значит, собственно, мир. Я с этим согласен, потому что происходит вот эта барварская совершенно агрессия России, которая носит геноцидный характер, и на это надо как-то реагировать. Я думаю, что стороны НАТО захотят немножко под себя лишний раз обезопасить и принять решение в ООН. Будем на это надеяться. Пишут нам приветы и вопросы наши зрители. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире Ютуба 24-го канала. Ирина Узлова с вами, Ольга Курносова вместе с нами, российская оппозиционерка, политический аналитик. Друзья, задавайте свои вопросы, если они у вас есть, и ставьте, пожалуйста, лайки нашей беседе. И когда вы смотрите сейчас, когда будете смотреть в записи, подписывайтесь на Ютуб 24-го. Все это помогает нашим разговорам продвигаться просторами Ютуба. Продвигаться пытались российские оккупанты в Курской области, потому что Путин дал им приказ до 1 октября остановить украинское контрнаступление. Не важно, что не собрали достаточно резерва, не важно, что там какая-то сборная, солянка, мешалка, непонятно что. Мы видим, что наши цели в Курске действительно достигаются. Идет там все по плану, по украинскому, как говорит Зеленский. 103 человека, сегодня опять военнопленных, вернулись домой, в Украину. Это чтобы кто не говорил, зачем был Курск, зачем как минимум, а это и как максимум, потому что мы жизни своих воинов каждого ценим и бережем. Почему Путин штанганул или кто-то там в его окружении дал такой предвременный приказ наступать на Курской области? Или на самом деле Курской области по-прежнему, учитывая, что уже прошло больше чем месяц с момента наступления ВСУ, не очень-то больно, шибко Путину и нужна? Ну, конечно, не очень нужна. По поводу обмена я еще обращаю внимание и вчера, 49 человек были обменены, и сегодня 103. И я очень рада, что из этого ада российского плена люди возвращаются домой, и сейчас родные смогут их обнять, их хотя бы начнут лечить, потому что, как мы знаем и как мы видим, мы видим каждый раз, когда возвращаются плены, что они возвращаются истощенные, как из то, что мы видели в фильмах гитлеровских концлагеря. Примерно такие же возвращаются пленные из российских концлагерей. Поэтому весь мир должен это видеть. И перед тем, чтобы принимать решение, надо ли наносить удары по военным аэродромам, нужно посмотреть, как выглядят эти военно-пленные обмененные. Надо посмотреть на их обтянутые кожей фактически скелеты. Это просто страшно видеть это сейчас, в 21 веке. Ну, а что касается людей, да, вот буквально сегодня, по-моему, Красный Крест обратился ко всем, в первую очередь, конечно, к российскому правительству, потому что украинское правительство давно предлагало предоставить гуманитарные коридоры для того, чтобы мирные жители могли покинуть зону боев. Но Путину он наплевает на этих самых мирных жителей. И вот сегодня уже Красный Крест говорит, ну, предоставьте, наконец, гуманитарные коридоры. И опять тишина. Потому что, ну, подумаешь, ну, там есть какое-то количество людей. Да и наплевать. Разве волнуют Путина эти самые обычные люди? Совершенно не волнуют. Но и все другие должны увидеть, что Путина эти самые обычные люди совершенно не волнуют. Красный Крест, конечно, вообще, их представители организации были обстреляны россиянами на Покровском направлении. В то же время они говорят, кто стрелял, неважно. Вообще надо разобраться и посмотреть. Это прямо из разряда не все так однозначно. Важно, что больше не стреляли. Функциональность этих институций сейчас вообще оправдана? Ну, как мы видим, Красный Крест, я только что говорила про пленных, не может попасть к украинским военнопленным. Они показывают нам, как себя чувствуют российские военнопленные в украинском плену. А к украинским военнопленным они попасть не могут. И все их обращения к российскому руководству остаются в туне. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы, по крайней мере, громче об этом говорили. Что они не могут выполнить свои задачи на территории Российской Федерации. Что они тут делают, если они ничего не могут сделать? Но вот это просто еще один показатель того, что все эти международные институции на сегодня работают, ну, может быть, чуть лучше, чем совсем плохо. И надо, конечно, как-то их изменять для того, чтобы они хотя бы свой функционал выполняли. Но сегодня они его не выполняют. Да, действительно, чуть лучше, чем совсем плохо. Хорошая оценка. Ольга, зафиксирую ее и себе. Спасибо. Генсек Альянса. Ен Слоттмир говорит, что у него буквально уже 1 октября исчерпывается срок полномочий. Два срока был Слоттмир на своем посту. Даже больше, чем надо. Остался, помогал. Спасибо ему. Говорит, день вторжения полномасштабного РФ в Россию стал одним из худших дней его жизни. Вроде все знали, готовились. Разведка предупреждала. Но представить такого кошмара в 21 веке, конечно, было тяжело. Также Слоттмир говорит, что в НАТО сделали мало именно для предотвращения вторжения в Украину. Сейчас мы предоставляем военную технику для войны. Тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны. Но уже случилось, как случилось. На этом фоне Путин говорит, что если будет разрешение бить на удар и бить дальнобойным оружием по территории России, то, конечно, все НАТО втягивается в войну. Хотя это он говорит тоже далеко не первый раз. А действительно ли, как вы полагаете, Ольга, Путин способен думать о том, чтобы напасть и начать маленькую победоносную войну еще и против одной из стран НАТО? Гибридные атаки он проводит, но готовлено больше. Есть ли ресурс? Ну, если он в Курской области ничего не может сделать, куда он еще может пойти? Ну да. Я понимаю, конечно, что армия в странах Балтии не очень большая, но тем не менее она там есть. И там какой-никакой, но есть контингент НАТО. Там какие-никакие те же самые бомбардировщики стоят, и истребители, и все остальное. И ходы бедно там тоже уже свои зубы дракона выставляют на границе. А Финляндия от ужаса вообще уже границу полностью закрыла. И неизвестно вообще, когда она откроется. Не для кого. Не то, что для армии она закрыта. Она для... Даже самих финских граждан-то закрыта граница с Россией. Я уж не говорю про россиян, которые имеют вид на жительство в Финляндии. Закрыта для всех. Хочешь туда поехать? Либо через Эстонию, а через Эстонию там тоже лица с российскими паспортами нынче чуть ли не сутками стоят на границе, потому что там идет полный контроль. Либо через Ави. Ольга, имеем проблемы со звуком. Ольга Курносова вместе с нами. Сейчас попытаемся, возможно, лучше станет. Ольга, ну они-то все видят в НАТО и не только. Но готовы ли действовать сейчас на опережение, как вы полагаете? Пропал у нас звук. Мы сейчас попробуем перенабрать Ольгу. Да-да. Или уже появился? Все нормально. Все восстановилось. Да, должно быть все нормально. Да, Ольга, готовы действовать на опережение сейчас уже? 11-й год войны. Ну, хотелось бы уже, чтобы... Именно поэтому я и говорю, что давно пора снимать все ограничения, давно пора поставлять столько оружия, сколько нужно. Другое дело, что, как мы видим, никак не могут развернуть военные производства в том объеме, в каком это нужно. Да, все по-прежнему думают о бюджетах, все думают о выборах, все думают, что альтернативы для Германии набирают. Тут голоса там Марин Лепен, а что же нам делать, а как нам быть, и что будет с американскими выборами. И вот пока все думают о ближайших выборах, а не о том, начнется ли завтра мировая война или нет. Вот это все помогает Путину. Именно поэтому Путин все время ставит на дестабилизацию обстановки везде. И нужно понять, что единственное, что может его остановить, это какая-то дестабилизация обстановки в России. Когда вот эта депрессия, о которой мы сегодня целый день говорим, когда она уже достигнет таких высот, что Путин не сможет продолжать войну, что Путин будет вынужден выводить войска. Когда он поймет, что россияне хотят, чтобы уже завтра все прекратилось, а лучше сегодня. Но вот к этому мы постепенно двигаемся и постепенно мы к этому подходим. Когда министр иностранных дел Польши Родослав Секорский, наш добрый друг, известен своими решительными заявлениями, в частности, и о необходимости стран НАТО, соседей Украины, сбивать российские ракеты над их территорией, если залетают, над нашей системой ППО, если летят по нам. И пусть он должен делать в своих политических амбициях и целях. Важно, что такие заявления звучат и заставляют подумать о других наших союзников, стран-союзников, которые нам помогают. Когда он говорит, что в эту войну можно закончить одним звонком, Путин позвонит Герасимову и скажет «выводи войска», при каких условиях этот звонок может стать возможным? При вот таком шатании лид, при провалах на фронте? А что должно быть случиться, чтобы это было не только действительно красивой инициативой, которая звучит, но и реальностью? Ну, это могут быть разные условия. Про Китай мы уже говорили. Звонит председатель СИИ и говорит «Володя, либо ты прямо сегодня выводишь войска, либо мы останавливаем вообще все. И к тебе просто не приезжает больше ничего. Ни один дрон, ни одна ракета, ни один чип. Вот все наше сотрудничество, не только военное, которое там через Корею идет, но все товары военного назначения и мы все останавливаем. Пока ты не выведешь войска, мы ничего не будем делать». Вот это вполне может сработать. Какие-то серьезные обрушения рейтинга, да, но там какие-то экономические коллапсы, да. Ведь уже на этой неделе Центробанк поднял процентную ставку еще на 1%, и обещает, возможно, еще поднять. Это, конечно, может привести к катастрофическому росту цен. А все уже понимают, что все, что происходит, это из-за войны. А война — это Путин. То есть какое-то резкое падение рейтинга, там, ну, например, на 10% пунктов, вы мне скажете, ну как же он диктатор? А вот как раз диктатор очень зависит от своего рейтинга. Даже больше, чем автократ. Диктатору нужна всеобщая поддержка, всеобщее поклонение. И если будет резкое обрушение, у него он будет вынужден что-то делать. Ну и, конечно, если будет резкое изменение ситуации на фронте, то оно на самом деле тоже вызовет движения другие, да, и падение рейтинга внутри, и какую-то более жесткую реакцию стран Запада в том числе. Когда они просто будут там разговаривать, договариваться, а когда скажут, Владимир, мы прекрасно знаем, где ты находишься, и если ты сегодня же не выведешь войска, то завтра Storm Shadow прилетит уже по твоей резиденции в Новоогорево. Мы прекрасно знаем, заранее детей вывези. Детей мы не хотим убивать. Но, тем не менее, когда эта готовность придет, и когда эта точка кипения дадет своего уже 100% наиболее значения, прогнозировать мы, конечно, не можем браться во временном промежутке. Да, вот никто никогда не мог прогнозировать революцию. Даже тот же самый Ленин, который, казалось бы, ее готовил, но совершенно не мог ее прогнозировать. И она для него тоже случилась достаточно неожиданно. Хотя, конечно, он был к ней готов. Пусть это будет для Путина очередным неприятным сюрпризом. И все-таки, как полагаете, кулуарное решение бить по территории РФ было принято просто во избежание также очередного волны истерики из Кремля, и вообще, чтобы они не знали о планах, не оглашено публично? Ну, я вообще считаю, что нужно сначала бить, а потом уже докладывать, что получилось. Почему этих аэродромов больше нет? Потому что, когда все знают все заранее, можно, собственно, самолеты на другие аэродромы перевезти, и это будет просто уже бессмысленным ударом. Ну, конечно, инфраструктура будет уничтожена, ну и все, да, а самолеты-то останутся. Поэтому бить надо всегда неожиданно для врага, иначе ты не победишь. И тут вот некий баланс между тем, что во многом сегодняшняя война – это война информационная, и между достижением реального результата. Тут я стою на позиции, что надо сначала достигать результат, а потом уже его грамотно пиарить. Ольга, а нам известно, что-то, что происходит между Путин и Мишойгу в рамках разного формата встреч. Представители БРИКС перед подготовкой саммита в октябре в Казани, в Санкт-Петербурге на этой неделе, они как-то прохладно здоровались, улыбочки какие-то были натянутые. Шойгу отправили в КНДР выпрашивать оружие очередной ракеты. Насколько мы понимаем, уж не говорю о том, что несколько месяцев с весны после того, как Шойгу пересунули с министра обороны на начальника Совбеза РФ под всех его генералов, его каденции копают. Что тут происходит и во что это может вылиться? Не то, что копают, а уже накопали столько, что мама не горюй. Там чуть ли не каждую неделю сажаются новых и новых. И все никак не успокоятся. Вопрос только один, самого-то Шойгу посадят или нет. И вот на этом фоне было удивительно, что он наконец появился в СМИ, потому что он молчал. Ведь смотрите, после перестановки он молчал долгое время. И сейчас вдруг он начал хоть что-то. Вот нам его показали в КНТР. Правда, после визита, а не до. Он что-то такое написал, чего-то сказал. И вот, мне кажется, пытается Шойгу как-то так улучшить свое отношение с Путиным. Потому что, конечно, его перестановка, это была явная отставка. И сейчас он пытается как-то отношение восстановить. Посмотрим, получится или нет. Или все-таки за Курс-то кто-то должен ответить. А кто это может быть? Либо Герасимов, либо Шойгу. Больше никому. А что там Герасимов? Он же остановил уже продвижение по Курской области еще 7 августа, практически на второй день, как оно началось. А потом как-то сильно со своими победными реляциями пропал. Как он там? И так 30 раз подряд. Как знаете в том анекдоте. А что случилось? Жена просто упала на нож. И так 30 раз подряд. Вот примерно так же происходит с Герасимом. Да, да, это очевидно. Но если уберут его, если уберут, возможно, и Шойгу, а где брать заменителей? Ну, где-нибудь. В конце концов, есть же любимые охранники Путина. Надо же их куда-то двигать. Ведь в конце концов, у них какие-то звания-то были. И все-таки они там кто в ФСБ работал, кто еще где-то. Вообще вот сами ФСБшники тоже очень активно ходят слухи о том, что и Бортникова могут подвинуть. То есть тут еще один есть подраздрительный тип, который вовремя не доложил. Это директор ФСБ Бортникова. Но так как ему давно пора на пенсию, то его могут подвинуть. И ходят активные слухи, что его место не может занять Королев. Тоже известная фигура ФСБ. А напомните, пожалуйста, кто он и сразу уточнение Бортников не доложил, потому что уже не те возможности узнавать или, возможно, не хотел просто. А вот это самый большой вопрос, почему он не доложил. Может, конечно, он и доложил, и Путин делает вид, что он не доложил. Но в любом случае, если он не доложил, то это означает, что под Путина копают сволочи. Вот же, как мы знаем, это Путин пытался нам изобразить, что он верный чекист, верный ставленник ФСБ. А на самом-то деле его из КГБ выгнали за недееспособность по большому счету на пенсионерскую должность. Так что думать, что он действительно что-то из себя представлял внутри КГБ, ФСБ, да ничего он из себя не представлял. И он изображает из себя, что у него есть такая мощная поддержка. А ФСБ давно уже разделилась на группы, и каждый занимается своим бизнесом, каждый из этих групп. И грызется друг с другом. А Королев давно бьется за этот пост. Ну а уж победит он или нет другие группировки, мы увидим. В конце концов, опять-таки, есть же любимчик Дзюмин. Вот на кого ставить? А может быть и Бортникову удастся пока удержаться, пока идут эти внутренние битвы бульдогов под ковром. Все интереснее и интереснее внутренняя борьба в Кремле. И это хорошо, потому что она их ослабляет. Да-да-да, пусть в том же духе и продолжается. Что нам известно, Ольга, о том скандале, который поражает сейчас ряды российской оппозиции. В ФБК, напомню, в фонде борьбы с коррупцией заявили, что за нападением на Леонида Волкова стоит бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невстин. Сам бизнесмен это отрицает. Несутся просто такие разные конспирологии, разные инсинуации. А почему это могло возникнуть? И к чему это может привести? Неужели нет другого врага сейчас для борьбы? Я имею в виду, опять же таки, террориста номер один Путина. Абсолютно, абсолютно. Более того, ФБК прекрасно понимала, что этот слив им дали в руки ФСБшники. Они прекрасно понимали, что и Матус работает с ФСБ, ФСБшный агент. Они видели, что эти материалы до них были опубликованы Russia Today, и зачем они повторяют этот слив, причем обвиняя не только Невзлина. Обратите внимание, они же обвиняют еще и Кодорковского. Что сделал бы человек, ну предположим, узнаешь ты, что против тебя кто-то что-то плохое замышлял. И даже частично получилось у него это. Что нужно делать? У тебя появились какие-то документы в руках, ты бежишь быстренько в полицию, пишешь заявление, чтобы полиция все это дело проверила, чтобы тебя обезопасили. Если нужно, взяли под государственную охрану. Все-таки тот же Волков находится вполне себе в демократической стране, в Литве. В Польше ведут расследование, нападение на него, я напомню, двух поляков в этом нападении обвиняют. Соответственно, отнеси все, что у тебя есть, все доказательства в Литву, Литва будет сотрудничать с Польшей по расследованию этого преступления. И если действительно кто-то в этом виноват, то это будет установлено в ходе полицейского расследования. И, соответственно, человек после этого попадет на скамью подсудимых и суд выносит решение. Ну, на мой взгляд, совершенно очевидная история. А в любой стране до суда выкладывать такие вещи и таким образом пытаться формировать общественное мнение, это называется давлением на правосудие. И, конечно же, никто с любыми доказательствами в нормальной стране не может назвать преступником человека до суда. Это, я не знаю, это азы. Но сегодня мы видим, что невзленно просто уже называют преступником. И у меня возникает вопрос, зачем это делается? Ведь все же знают, что преступником человека можно назвать только суд. Почему бы это делать сейчас? Не потому ли, что он последовательный друг Украины, очень много прикладывает к этому усилий? Не потому ли это кино выложено именно сегодня, на следующий день после того, как Кадаковский встречался в ПАСЭ и формируется делегацию по рассмотрению разных взаимоотношений с российской оппозицией? Почему именно сейчас это сделано? Не поэтому ли? Ну и поэтому, конечно, это производит дичайшее, очень тяжелое впечатление. И я просто настолько разочарована фильмом ФБК и Марии Певчер, просто трудно даже подобрать правильные слова. А это же в ФСБ целые структуры, которые за такое отвечают, занимаются и могут вот так вбрасывать. И почему на это ведутся? Казалось бы, это же команда Навального, Крым будь и брод, не будь и брод, царство небесное. Но тем не менее, как-то же должны бы фильтровать это. Ну вот вы можете себе представить, чтобы Невзлин договаривался со следователем, ведущим дело Навального о переводе его из колонии в колонию. Это что такое? Невзлин, против которого в России принято судебное решение о его пожизненном заключении в тюрьме. Пожизненное. И чтобы хоть какой-то следователь с ним общался, чтобы после этого его посадили самого. Ну а завтра что ФБК скажет нам, что это Невзлин Навального и отравил? Конечно, не Путин, конечно, не ФСБ, конечно, никто и не ВСИН, а Невзлин же и отравил вот с помощью этого следователя этого, что ли, нам ожидать? Ну что это? Это может перерасти в гораздо более глобальный конфликт с последствиями или такое ситуативное недоразумение, которое все равно вылится в суды, насколько я понимаю? Это, конечно, вылится в суды. И, собственно, суды должны дать ответ. Даже если кто-то считает, что это расследование правдивое, но окончательный вердикт может вынести только суд. Я думаю, что в этой ситуации, когда эти телефоны физически отсутствуют, я думаю, что суд не сможет вынести решение. Но будут тогда другие суды о защите чести и достоинства или о клинике, в которые, я уверена, тоже уже подал, по крайней мере, Невзлин, а, возможно, и Катаковский. Но я не понимаю, почему, собственно, Мария Певчик не видит и не понимает, что то, что они сделали, имеет возможные перспективы обернуться против них. Да, я понимаю, что вот эта борьба за своих избирателей, да к выбору в России еще нет. Рано еще бороться. Да. Сейчас ведь общий враг, которого нужно победить, а потом вы уже будете вести вот эту избирательную борьбу. И мне кажется, что сейчас идет борьба за другого избирателя. И этот избиратель один находится в Башингтоне, а второй в Брюсселе. И поэтому им кажется, что если они замочат Катаковского, то его репутация, международная репутация пострадает, и с ним никто не будет встречаться для того, чтобы обсуждать, ну, на самом деле, то, что насущно, совместную борьбу против Путина. Ольга, я вот не понимаю, это одиннадцатый год войны, третий год полномасштабный, были рейды и заходы РДК Легиона Свобода, которые понимают и осознают там уже не первый год, что только именно военно-политическим путем, возможно, смена власти в Кремле и никак иначе, Курская область тоже подхватить, воспользоваться, почему бы и нет. А почему спустя столько времени у российской оппозиции нет какого-то единого видения того, как они могли бы и объединиться, и политически, и в военном плане противодействовать Путину. Почему идет разрозненность и скандалы? Это в какие-то личные тоже позиции вкладывается или просто в непонимание того, пока еще, или до сих пор еще, что делать дальше? Ну, во-первых, бороться на фронте может не каждый. И поддерживать эту борьбу на фронте тоже может не каждый. И понимание того, что вот эта история про митинги, демонстрации, шарики и прочее, она закончена, и она невозобновима. То есть такой опции больше не будет. То есть либо это будет революция, либо это будут российские подразделения, которые пойдут на Москву, и это тоже будет своего рода революция. И другой опции не существует. Ну, либо режим сам разрушится, просто все, власть упадет, и тогда можно будет ее поднимать с пола. А вот тогда, когда думают, что власть можно будет поднимать с пола, и она будет лежать на полу, разным группам кажется, что вот если мы договоримся в Брюсселе или Вашингтоне, нам будет проще подобрать власть с пола. Мне иллюзий не надо, не проще. Если мы вспомним, как распадался Советский Союз, то вы прекрасно помните, как президент Буш приезжал в Киев уговаривать Украину не выходить из Советского Союза. Точно так же и сейчас. До последнего будут Соединенные Штаты поддерживать Путина, а бы чего не вышло. Может быть, только слегка такой эксцентричный Крамп что-нибудь придумает другое. Но надеяться на то, что Соединенные Штаты помогут сместить режим Путина, на сегодня не представляется возможным. Так, собственно, и европейские бюрократы. Поэтому единственный союзник, такие два естественных союзника, это Украина, которая отстаивает свою независимость, и российская оппозиция, которая пытается изменить Россию. Вот только такой расчет может быть. А на мой взгляд, на бюрократию европейскую, будь то американскую, надежды мало. Да, на Штаты надейся, но сам не плашай, как говорится. Спасибо вам огромное от всей души, Ольга, за этот разговор, за вашу позицию, за внесенные разъяснения в наши темы, обсуждаемые сегодня. Благодарю. До новых встреч. Всего хорошего. Ольга Курносова, российская оппозиционерка, также политический аналитик, была вместе со мной, Ириной Узловой. Друзья, спасибо, что провели это время с нами. Оставляйте свои комментарии, ставьте свои лайки, когда уже будете смотреть на записи. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го. Все эти ваши действия помогают работать и нам, и нашим разговорам правдивым и объективным. Стараемся, чтобы так и было, продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Продолжение следует...